всем привет друзья мои бойцы под бойцы недобойцы любители слушатели зрители диванные теоретики друзья и не другие поговорим на тему почему же это в соревнованиях по мм и так много незрелищной борьбы ну во первых с того начнем что давайте будем сами последовательны потому что в основном про незрелищную борьбу пишут те кто занимается традиционными боевыми искусствами они говорят вот это нереально не прикладного незрелищно что-то за такое за не знаю там чуть ли не гомосятина какая-то ползают там целыми целые там твой по ковру или пока на вас друзья мои во первых все определяется чем тем кто победил главная задача боевых искусств это победа а вы сами получается все время говорите о том что и все данные выше ммэй это шоу и в то же время вы сами хотите шоу получается вам типа это не зрелищно если бы вы оценивали бы ммэй как бой в котором кто-то выигрывает вам бы по барабану было зрелищно это или нет важно увидеть что один победил другой боец сильней а другой не сильней этого понимаете вот уже хотя бы с этого начнем но как-то непоследственно получается то есть самим хочется каких-то сам зрелищ земной давайте будем не будем с вами путать шоу который дает промоушен и и все белла тора которые пытаются делать с шоу всякие и реальное боевое искусство вот ммэй это реальное боевое искусство смешанное боевое искусство эти арт арт искусство не sports arts искусство поэтому она и не должно быть зрелищным понимает нет вопрос в том что она может быть таким но это не самое главное самое главное это победа вот что важно промоуштах пытаются сделать шоу с помощью различного правил там антуража и и и так далее но самое главное не это те люди которые занимаются ммэй не для того чтобы выступать на соревнованиях а точно также занимаются как традиционщики занимаются ведут каратэ они и не гонятся за тем чтобы это было зрелищно понимаете они занимаются за тем чтобы это было эффективно и результативно имела прикладной какой-то характер вот что важно то деле к тому перейдем почему же на самом деле на соревнованиях так много незрелищной борьбы ну понимаете какая штука то может быть ровно потому же почему в боксе так много незрелищных и нерезультативных ударов не каждый там удар к нокауту приводит и не каждый к нокдауну приходится мы приводим огромное количество ударов огромное количество абсолютное большинство 90 процентов уходят куда-то в защиту воздух и так далее то есть мы можем это тоже расценить как скучный нудный какой-то бой если не зрелищный понимаете он не зрелищный для того кто в этом нифига не понимает прийти все а получается что все хотят рубки самый бы самый большой просмотр и сам большие там рейтинги боев там артура гати какие-то где где ребята прямо зарубаются друг другу сам навяливая сколько сколько выдаются только получают вот типа это клево не самые классные бои бои это где ни хрена не получается с накернить одному другому два классных бойца и не получается потому что и защита великолепно и на так она ну заощренная очень трудно вот а поэтому в борьбе я предположим взять ту же самую борьбу когда профессионалы борются экстра класс очень часто особенно в тяжелых категориях весовых вы не увидите зрелищной борьбы почему потому что борется то хорошо противники знают что ждать от оппонента и поэтому контрят эти все приемы еще до начала выполнения приемов именно поэтому и вам и мы тоже получается что у того кто доминирует например сверху находятся и реально занимать доминирующую позицию например если не в гард залез и на самом деле у него позиции не доминирующие вот он просто не получается ситуацию переломить в свою пользу он бы и хотел бы да не получается окажись на его месте человек с улицы который ничего не умеет и далеки от боевых искусств или человек который занимается боевыми там искусствами но лишь одной там ударкой и не знает как вести себя в аппартере он проиграет мгновенно и будет очень зрелищно он тут же попадется на рычаг и локтя на треугольник на что-то еще мгновенно и будет зрелищно очень больше того его и воткнут если захват пройдет и все все зрелищно не зрелищно получается именно тогда когда бойцы одинакового класса вот это у них тоже бывает с зрелищно как и у боксеров экстра класса когда проходит хороший один удар на кутирующей из 12 раундов там один удар такой пройти может не здесь тоже за весь бой может пройти один такой прием бывает такое случается и агает какой красивый поедина как он красиво завершён вот точно так же когда говорят что а войны мои на улице не пригодится потому что они там долго возятся на земле друзья мои с вами с с большинством не обижайтесь когда говорю с вами это аллегория такая это собирательный образ я никого конкретно в виду не имею я говорю с вами это я как будто но топонирую тем кто говорит так говорит там друзья это самое что мы не годится это нереально потому что никто возиться на земле долго не будет ребят с вами и не будет никто на земле долго смоги возиться вас просто быстро сомки сломают одни прием либо башкой в землю воткнут быстро либо быстро вас уложат и тут же быстренько со сломают чего-нибудь вырвут руку вырвут ногу удушат очень быстро и не всегда противников много бывает и один огромное количество я вижу ситуаций например на дорогах когда один другого подрезал тот его догнал тоже подрезал они из машины вышли и у них вот как раз один на 1 никакой толпы тут это одна из самых распространенных и частых ситуаций конфликта и здесь никаких проблем вот вам один на один решать я хочу сказать что более результативно здесь был будет эффективно действовать именно человек который занимается ммм понимаете потому что если ограниченное пространство среди машин в пробке и чего только нет и дело до захвата и очень очень даже запросто самки дойдет и здесь очень хорошо уметь делать и болевые и броски и удушающие и бить хорошо и руками и ногами и колени и все будет зрелищно очень зрелищно особенно если один понимает что делает а другой к этому абсолютно не готов вот и все вот зрелищность определяется исключительно лишь этим вот многие говорят что она определяется своим классом тоже люди опытные грамотно рассуждают что зрелищно получается тогда когда класс очень разный то есть один супер мастер а другой вообще никакой но это отчасти правильно ну вот это и это реально правильно в этой ситуации конечно мастер будет просто как кошка с мышкой играть с тем кто нифига не понимает но не всегда с зрелищно бывает в такой ситуации во что едва мастера экстра класса просто тот который попался на прием не был готов к этому и не знал как в этой ситуации есть вот прямой вот вам показатель когда предположим боксер попался захват или предположим когда борец не адекватно повел себя замки боксером и пошел совершенно там раскрытым выставив сам челюсть и нарвался на встречный или стая боксером нарвался на колено вот тогда получается созрелищно него бойца экстра класс просто они просто один от другого не ожидал и не был готов к такой ситуации в этой связи я вам еще раз говорю а кто больше всего готов к тому что будет и борьба и удар коленом при проходе и удары локтями и что угодно вот я вам скажу тут то это постоянно отрабатывает а кто это люди которые занимаются мм и вы скажете очередной раз я топлю за и блин да ребят я топлю за и мы мы ну вот я вам аргументов насыпал гору и еще тележку маленькую вот понимаете есть логика а есть упертость вот я всегда высказываю логические сам доводы то есть аргументы привожу те кто спорит они сыплют одними и теми же контр аргументами которые вот никак не перекрывают то что я говорю ну никак вот говорят каратэ там или там что-то создавалось для того чтобы там на улице в реальном бою драться а кто сказал что мм и не создавали не может и вообще не создавалось для того чтобы братцы реально бы ему мы вобрал в себя все из других боевых искусств которые создавались для того чтобы драться в реальном бою он просто взял из одного одно из другого другое из плакратиона древнегреческого взял без бокса из всякого разного из грязного в том числе взял из тайского взял из дзюдо взял из жужжису взял из каратэ взял отовсюду взял из всех тех искусств которые изначально придумывались для того чтобы реально драться на улице и после этого он получается чисто спорт не годится никуда вы чё совсем опутаешь что он как раз для этого года годится вопрос только в том человек если человек для чего занимается для спорта он занимается только или не только для спорта есть люди которые каратэ занимаются только для спорта а есть те люди которые каратэ занимают не только для спорта а есть и люди которые занимаются каратэ вообще не для спорта и которые нихрена не умеют вообще очень часто если не практикуют реальный поединок нереально свободно но я это абсолютно другая тема так вот давайте рассмотрим этот понравилось как из в рязан с Игорь написал. Давайте рассмотрим самые параметры, по которым оценивается боец, который способен побеждать. И стал причислять. Функциональная подготовка, готовность там, дриблинг, ну, я со своими словами говорю. То есть, по всем параметрам, которые нужны бойцу для победы, техническая оснащенность, свобода применения техники в поединке, разносторонняя подготовка. По всем параметрам боец ММА готов лучше, получается, чем любой другой. Ну, кроме того, кроме одного единственного. Бойцы ММА пока в должной степени не готовят свои руки к ударной технике. Для того, чтобы голыми кулаками реально бить, как оружие. И ногами. Поэтому у них бывают такие проблемы, что они ноги друг об друга ломают, руки постоянно выбивают и так далее. Но готов больше. Рассмотрим реальную ситуацию битвы на улице. Реально. Нам кто побеждает? Опять же, сильно физически хорошо подготовлены, резки, который хорошо понимает чувство дистанции и ожидает от противника, ну, по максимуму того, чего противник может выдать. Вот они встали тут напротив друга и он ожидает и прохода в ноги, и удара в голову кулаком, и удара в голову другими частями тела. Понимаете? И борьбы-то он ожидает. Ну, вот он ожидает всего. И колено в голову при проходе. То есть, он всего ожидает, в принципе, гораздо больше, чем любой другой боец, который занимается селективно каким-нибудь одним видом боевых искусств. Который больше там ожидает того, что он изучает на тренировке сам. Он к этому больше готов. Вероятно, с противником таким же, как он, который применяет такую же технику, он будет просто виртуозен. Не в том плане, что он прямо там покажет супер-самки красивый бой. А в том, что не даст поразить себя. Потому что к этому готов. И вот тогда получится тот самый некрасивый бой, которым либо много борьбы, либо много ударки, которых результат не приводит вообще никак. Вот. А вот когда один ко всему готов и применяет то, что противник не очень-то там ожидает и не очень готов, вот тогда получается очень эффективный. И я вам хочу сказать, что насколько я видел, как дерутся бойцы, от ММА на улице, с неподготовленными, ну, и с теми, кто их недооценивает, то есть не знает, что это бойцы от ММА. Там все очень эффективно и реалистично. Там поединки заканчиваются очень быстро. По правилу, это не занимает нескольких десятков секунд. Да, кто-то скажет, о, десятки секунд, это же вообще там капец. Вот там и Кенхисацу, там просто одним ударом сразу. Ребят, выбросьте из головы эти фантазии. Если вы из-под тяжка человека не бьете, и он к этому готов, что вы его будете бить, и он уже в стойке стоит и руки поднял, и все такое. И он резкий, как понос, даже если не очень хорошо подготовлен, а просто спортом любым занимается, там, игровым, или что-то еще. Да вы не попадете по нему сразу. Одним ударом-то уж точно. Это почти, это нонсенсом практически, одним ударом, чтобы попасть. Надо выдавать сразу связки, комбинации, раздергивать его, брать его на дриблинге, что называется. Все. Вот для этого и требуется несколько десятков секунд. Удар-то, может, там один и будет. Или два. Ну, вот так вот это выглядит. Понимаете идею? Вы, кто смотрите, что-нибудь там, к реакции какую-нибудь, дайте, пожалуйста. То есть, либо согласны, либо не согласны, либо что еще. Вот. Вот это вот интересно. Незрелищно, понимаешь ли, это самое. Много незрелищной борьбы. Это, понимаете, у них, друг для друга, эта борьба, как бы, такая затяжная. Для вас она незрелищная. А так она очень эффективная. Я говорю, она зрелищная будет, и когда вы под этот паровой каток попадете, вниз туда, и не будете знать, что там делать. А тот один пишет там, я видел поединок, в котором там, не знаю, полчаса там, один сверху лежал, другой снизу. Вот они там, он ничего не мог ему сделать там, пятый-десятый. Ну вот. Очень реалистичная. Фигня какая-то. Блин. Так он потому и не мог ему ничего сделать там, который снизу, потому что тот эффективно защищался. Не умел бы он эффективно снизу защищаться, как это каратеки, ну почти все не умеют делать. Все бы и закончилось бы за пять секунд. Сразу бы запрессовал бы его бы до поноса кровавого. Или взял бы на рычаг, локти, или на что-нибудь еще. И все. На узел какой-нибудь плеча. И готовы делать. И не надо никаких было полчаса. Ну вот это надо понимать, друзья мои. Если у вас есть какое-то другое мнение, а, почему, опять скажут, каратеки, что ты там это, каратист, и вот это вот, все это несешь. А как же там, патриотизм твой, это карате, каратеистический. Друзья мои, так я вам хочу сказать, так и, можно быть классным каратистом, и совершенно быть абсолютно готовым к тому, что делает борец. Просто, если заниматься исключительно по тем методикам, по которым занимались каратэ раньше, и по которым сейчас занимаются традиционными и ортодоксальными методами, конечно, против борца не научиться толком работать. Понимаете? Это можно только представлять себе, а вот он в ноги пойдет, а я ему коленку поставлю. Блин, с теоретической точки зрения правильное рассуждение. Так и надо делать. Вопрос в другом. Если вы этого никогда не делали и не практиковали на практике миллион раз, и не с друг дружкой, которые не умеют абсолютно проход делать, а лишь имитируют его, давай ты мне сымитируешь проход, а я буду коленкой пытаться тебя ударить. Вот вы никогда и не научитесь. Для того, чтобы научиться встречать борца, идущего на проход в ноги коленом, или локтем сверху ему по затылку там отмекиянивать, прежде чем он вас поднимет над собой, и вы уже ничего понимать не будете, там голова жопа ноги будет. Для этого надо работать, это постоянно, регулярно, с борцами, которые умеют это делать хорошо, у которых скорость прохода в ноги почти такая же, как у вас удары гиаку-ски с дистанцией. Понимаете? Вот тогда, может, научитесь. Вот каратист, который это понимает и с такими работает, он может сохранить полностью свою технику каратэ, применять его в бою и быть абсолютно готовым к тому, что у него встретится другого класса, другого вида боец, который умеет что-то делать. А если только бла-бла-бла, типа, теоретически знать, ничего не получится. И это, дело в том, что, понимаете, борцы тоже самое. Они, конечно, понимаете, почему борцы так эффективны на улице тоже бывают очень. Потому что он голову руками закрыл двумя и кинулся в атаку. Если вы его не поразили первым же там ударом, не случился, ну ты кинешься в Икни Хисадцу, все, дальше он на своей дистанции, захват, и вы пропали. Все. Понимаете? Поэтому. А так как Икни Хисадцу реальным таким ударом обладает как бы никто, это единицы, кто на Макеваре работает каждый день, там десятилетиями, может в лоб дать так, что голова расколется, как арбуз. Вот тогда это и я это понимаю, такое может быть. А так и может и не получится ничего. То борцы действуют эффективно. Поэтому надо понимать, как против них делать. Но опять же, еще и над эффективнее, они действуют тогда, когда понимают, как противник может стоять тех ударкой. И к чему мы приводим в эту ситуацию? Что каратист фактически должен заниматься ММА, чтобы понимать, как борец в него пройдет. Борец должен заниматься боксом, в том числе, чтобы понимать, как в него придется кулак. Или тайским боксом еще. Мы приходим к тому, что вот, все должны заниматься ММА. Вопрос только в том, что вы оставите профильно. Какую технику из ударки вы сохраните? Понимаете, боксер профильно сохранит ударную технику бокса. Тайбоксер сохранит ударную технику преимущественно тайского бокса. Каратэка сохранит преимущественную технику ударки из каратэ. Но он будет учиться противодействовать ей против борца. Против тайбоксера. Против боксера. Отрабатывает. Вот тогда это будет работать. Можно каратэ сохранить. Можно борьбу всю сохранить. А так иначе будет... Если это хочется. Если человек хочет заниматься каратэ, борьбой или чем-то еще. А так Мэй запомнить еще раз. Мэй это не вид спорта. Не надо путать соревнования. Вы очень часто ругаетесь. Ортодокс, традиционщики. Когда спортивные каратэ, каратэ называют. Вы говорите, это не каратэ. Настоящее каратэ вот у нас. Я вам хочу сказать так же. Что спортивное каратэ это маленькая часть каратэ. Мэй спортивное и шоу это маленькая часть Мэй. Когда вы говорите, вот мы традиционным каратэ занимаемся, мы там бьем глаза, выдавливаем и все. Я вам хочу сказать. В Мэй, который не спорт, все то же самое и делит. Кто это запретит? Понимаете? Мэй берет те же темы техники. Из каратэ, из джиу-джитсу, все. Если боец Мэй взял технику на вооружении, из джиу-джитсу, где выдавливают глаза, воздействуют на сухожилия, на болевые точки, он все это тренирует. Просто на соревнованиях он этого не применяет. Поймите, вот это вот. Просто кто-то выбрал только спорт, а кто-то выбрал боевое искусство, миг, маршал артс. Вот этого вот что-то вот никто не догоняет. Блять, это, извините за мой французский, вдолбить в голову чугунам, блять, которые вот не готовы это понимать, просто невозможно. У них одни двойные стандарты. Значит, каратэ, вот оно разделяется у них на спортивное и на неспортивное. А ММЭ, блять, только спортивное у них вот бывает. Все. А неспортивного не бывает. Да точно так же это все бывает. Я вам еще раз говорю. Только вы занимаетесь, предположим, только каратэ. А человек, который занимается ММЭ, занимается каратэ, боксом, борьбой, джиу-джитсу, бразильским джиу-джитсу, со всем остальным, со всем арсеналом тех техник, которые в них есть. Флот до выдавливания глаз и вырыванием яиц. Всем тем же самым. Просто на соревнованиях он этого не применяет. Забудьте вы это. Чего вы все выдумывали, что бойцы ММЭ такие вот трафинированные мальчики, вот сложных назвать трафинированными. Кто-то написал так. Это меня просто поразило вообще. До какой реалистичности можно говорить про бойцов ММЭ, когда они тренируются? Там, где... А, это Горобовский написал. Между прочим, нормальный парень, хочу сказать, написал фигню. Тренируется. Хороший свет, мягкий пол, там пятый... На улице такого не будет. А вы где, это каратэки, где занимаетесь? Да у вас вообще условия самые рафинированные. Вы занимаетесь в белом, отглаженном кимоно, на крахмалином часто, в теплом спортивном зале, в котором можно заниматься босичком, на гладком, ровненьком полу, или татами, или дощатый пол, там все, понимаете, делая одно и то же, одни и те же ритуалы, с одного начинать заказчивать, на улице не будет ни ритуалов, ни гладкого пола, ничего, еще бить будут так, как вы не привыкли, как это в зале делается, понимаете? Да, конечно, если речь о том идет, что кто наиболее подготовлен к улице, да тот, кто наиболее разнообразно работает, еще раз говорю, кто более на функциональную подготовку давит, возьмем традиционное каратэ, да функциональная подготовка в традиционном каратэ близко не стояла даже, или и в ортодоксальном, сколько бы своими конго-кенами там это не крутили, сколько бы не делали с тясями или кисями, или как какие-то хер там называйте, с горшки быть упражнений, понимаете? Функциональная подготовка никогда выше не будет, чем у средненького даже бойца, ММА. Ни один просто традиционщик и там ортодокс не сделает даже ни одного кроссфитного комплекса, который делает большинство бойцов ММА при подготовке своей. Он просто не сделает. Мы сейчас говорим о молодых, у которых сил полно. Я не говорю про дедов. Давайте про молодых будем говорить, у которых силы есть. Даже с этого. Кто на улице будет больше готов? Кто, я еще раз говорю, кто сильнее, быстрее, выносливее. Это мы только кондиции взяли. Дальше. У кого разнообразнее техника, не в том плане, что он сам будет применять супер разнообразную. Да может он, боксер, вообще у него техника не разнообразная, у него только руки и все. Но он прекрасно знает, как действовать против каратека, борца и так далее. Причем потому, что он с ними занимается в зале ММА. Конечно, он лучше подготовлен, понимаете, он всего ожидает. Все, пошел по десятому кругу, воду в ступе толку, жду ваших отзывов и комментариев. Я к этой теме еще вернусь. Я, если время будет у меня, на обратной самодороге после тренировки поеду и запишу еще подкастик один. У меня такая как бы тема, которую я начал сам здесь в этом подкасте по поводу того, что дает владение борьбой до такой степени, что противник, даже если вы находитесь лежа, лежа под противником, можете противостоять ему десятки минут и он с вами справиться не может. И что это дает и в поединке с многими противниками, и в поединке с противником один на один. Почему это как раз реалистично и почему это нужно так уметь делать? Почему это в жизни пригодится может? Отдельно запишу. Это целая и очень интересная тема, которая должна вдребезки разбить доводы тех, кто говорит херня, на улице такой борьбы не будет. Все. И она не пригодится. Она и может быть, и пригодится. Все. Давайте пока. На тренировку. Бежал.